Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Я долго сомневался и всё-таки решил сделать видео про коронавирус просто по одной причине. Только одна она существует. Это я решил просто повысить, скажем так, грамотность, чтобы людей не вводили в заблуждение. И хочу объяснить, каким образом можно укрепить иммунитет. Напоминаю, что вирусы любые поражают, естественно, разные органы, но только тогда, когда иммунная система, защитная система нашего организма слабая. И вот первая задача должна быть направлена на укрепление иммунитета. Об этом сегодня и пойдёт речь. Я должен вначале, конечно, сказать, что, конечно, всем необходимо соблюдать все медицинские меры. Данное видео есть информация к размышлению, а не руководство к действию. Напомню для старых зрителей моего канала, а для новых скажу, что у меня уже было 8 видео на тему коронавируса, начиная с марта, то есть с самого начала, когда эпидемия пришла к нам в страну. И один мой ролик YouTube-канал удалил, а недавно я решил закрыть доступ, сделать его ограниченным на остальные видео, которые YouTube не удалил. Хочу подчеркнуть, если вы не в курсе, что о таких темах, как чипирование и связь с ковидом, о 5G и связь с ковидом и так далее, о всяких происхождениях различных, неестественных, мы не будем говорить. Об этом запрещено. Но и YouTube просто ролики удаляет, а может и канал заблокировать. Поэтому сегодня я расскажу про реальную, рабочую, абсолютно точную защиту от ковид-19. Ну и, собственно, от любых корон и реновирусов. Да, кстати, ролики некоторые я сегодня открыл, так что по ссылочкам они будут. Но об этом я еще позже скажу в конце видео. Так вот, что изменилось за последние 7 месяцев по этой теме? Как я уже говорил в марте, еще в марте я об этом говорил, вторая волна будет в сентябре-октябре. Ну, в самом конце сентября она и началась. Собственно, это было абсолютно понятно. И здесь есть объективные и субъективные причины. Одна из объективных – это витамин D3. Чуть позже поясню, что я имею в виду. Кстати, сейчас больных больше, чем было весной. Темп роста выше заболеваемости. Но, кстати, заметьте, что места общего пользования не закрывают, как полгода назад. Пока, по крайней мере. И это правильно, потому что экономику просто можно убить. Второй волны закрытий наша экономика не перенесет, по крайней мере, большую ее часть. Так вот, дорогие товарищи, коронавирус, конечно же, поражает слабый иммунитет, слабый организм. У кого есть хронические заболевания, вот именно эти люди чаще заболевают и тяжелее переносят коронавирус. А главное – его последствия. А у кого крепкий иммунитет обычно переносят бессимптомно? И это факт. Кстати, за это время огромное количество людей, ну, с кем я случайно, либо специально общался, в частности, некоторые врачи в онкологическом центре на Каширке в Москве, в Блохина центре, да, там, хирург один, вот я его знаю, другой человек, профессор, онкодерматолог, мне рассказывал, сколько у них знакомых реально болеют, очень тяжело болеют. Ведь врачи – это первая категория по опасности заражению, естественно, потому что контактируют с больными, с большим количеством людей, ну, и дальше уже журналисты и прочие люди, кто общаются с огромным числом людей, это вполне понятно. Вон, Даренко болел, вы знаете, описывал симптомы и прочее, хотя раньше тоже сомневался. В общем, проблемы, безусловно, есть. Не будем вдаваться сейчас в подробности, почему, от чего, зачем, просто есть факт. Факт есть. У меня много знакомых медиков, и они рассказывают отлично просто мне, там, моей супруге, моим знакомым, я знаю, сколько реально людей болеет, среди врачей действительно очень много. Поэтому перехожу к рекомендациям и некоторым пояснениям. Да, иммунитет – это наши защитные клетки организма, лейкоциты и прочее, да? А для крепкого иммунитета, дорогие товарищи, не должно быть дефицита питательных веществ в организме. И самое главное из них – это, конечно, микроэлемент цинк и витамин D3. Да, но не только они, я поясню, что ещё. Значит, курение, безусловно, усугубляет положение дел. Как и лишний вес, как и диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, конечно же, в первую очередь, лёгких, болезни почек и печени. Риск и течение болезни с поражением лёгких усугубляют стрессы и страх, и паника. Поэтому давайте не будем поддаваться стрессам, страхам, панике. Ведь они ослабляют иммунную систему. Почему? Из-за выработки кортизола, гормона стресса. А хронические стрессовые состояния подавляют иммунную систему. Ещё важный момент. Вот говорят, у меня болел ребёнок или муж, а я не заболела, и вот спустя месяц-два заболела. Вот почему такое происходит? Да, и здесь две причины. Первое, действительно, разовое получение активного вируса на слизистые организмы, то есть большое их количество, либо малое. Иммунитет, в общем-то, малое может побороть. Но, если он уже попал, условия среды подходящие, иммунная система не очень крепкая, то в любой момент может произойти активация из латентной формы, то есть скрытой в активную, когда иммунитет ослабевает по каким-то причинам. В том числе по разным причинам, которые накладываются друг на друга. То есть, ни одна причина, несколько повлиявших единовременно. Как вы знаете, специфика COVID-19, в отличие от других коронавирусов прошлых, это поражение лёгких. Вообще, цель любого вируса – это внедрить свою РНК в клетку носителя, то есть в наши клетки организма для своей собственной репликации. Ведь вирусы – это информация, это программа, это прокариоты, доядерные. У них нет своего ядра, им нужно использовать наше ядро клетки для синтеза своих РНК и ДНК. То есть, их цель – это переделка программы наших клеток под себя, под свои задачи. А эти вирусы ещё и как бы воруют мембраны альвеол наших лёгких, как бы оборачивая себя, укрываясь, создавая дополнительную защиту. То есть, нельзя допускать попадания коронавируса в лёгкие. Конечно, это происходит не сразу, а через 5-7 дней после попадания его на слизистые, скажем, носоглотку. То есть, после приживаемости его у нас в организме. И постепенно колонии мигрируют вплоть до лёгких. И ещё очень важный момент. КТ, действительно, который показывает, поражены ли лёгкие или нет, сразу делать при первых симптомах глупо и просто не нужно. Это так же, как с анализами на боррелиоз. Когда клещ кусает, там могут быть две проблемы. Энцефалит – вирусное поражение и боррелиоз – бактериальное поражение. Так вот, боррелиоз размножается, боррели, до, ну, скажем, 12-10 дня, когда можно понять, есть ли это поражение, есть ли вот эта критическая масса. Поэтому анализы делают на 10-12 день, а не раньше. Так же и КТ при поражении лёгких коронавирусом нужно делать на 6-7 день, а не раньше. Самая главная симптоматика, которая говорит об осложнениях, о поражении лёгких, и это затруднённое дыхание. Вот чего больше всего надо опасаться. Остальное практически всё можно спутать и с другими вирусами, с гриппом, с тем же и так далее. Разве что есть одна очень важная специфика, характерная для COVID-19, это поражение обоняния, обычно на 10-12-14 дней. Теперь про витамин D3. Как я уже сказал, вирус атакует всегда слабый иммунитет. Витамин D, его дефицит, это вообще-то сама по себе пандемия, потому что у 80% населения планеты есть его дефицит, даже может быть у большего числа. А дефицит D3 – это и риски любых инфекций, осложнения от них, это диабет, это онкология, это повышенный риск этих болезней. Также болезни сердечно-сосудистой системы. Почему зимой всегда болезней больше, особенно простудных? Потому что солнца нет, нет той инсталляции, нет того получения организмом витамины D3. Да и из продуктов питания D3 не получить в должном количестве, если вы не потребляете масло, скажем, печени трески или, попросту говоря, рыбий жир. Дефицит D3 повышает ОРДС, то есть острый респиратурный дестресс-синдром. И дефицит D3 снижает провоспалительные цитокины, которые усиливают воспаление. Да, витамин D3 очень опасен для вирусов. Ведь недаром вирусы подавляют через отключение специфических рецепторов синтез витамина D3. Опасен не сам вирус по себе, а осложнение. Смертность-то происходит из-за осложнения. Это гипоксия. И суть тут вот в чём. Я уже это объяснял в первых своих видео про коронавирус. Сейчас повторю за несколько секунд. Газообмен, воздухообмен, обмен кислородом, углекислым газом происходит между самыми маленькими капиллярами крови и альвеолами лёгких. Это такие микропузырьки. Путём диффузии, проникновением, то есть молекул газа в данном случае между мембранами. Так вот, коронавирусы как бы протыкают мембраны, лопаются альвеолы. И межклеточная жидкость вытекает в пространство в полость лёгких. Вот таким образом и происходит затруднённое дыхание, ухудшенный обмен кислородом. Соответственно, возможность гипоксии и любой летальный исход. Либо от инфаркта, как правило, либо от инсульта. По ишемическому типу, естественно. Но от того, разумеется, и кашель, и хрипы, и всё прочее. И естественно, вот тогда КТ необходимо делать безусловно. Любой врач вам это скажет. И будет прав. Как я уже говорил в своих лекциях, обязательно посмотрите две мои лекции про витамин Д3. Из пищи трудно получить норму в наши дни, если вы не пьёте рыбий жир. Если вы используете крем от загара, пребывая на солнце, у вас будет дефицит Д3. Если у вас синдром дырявого кишечника, дисбактериозы постоянные, то у вас будет дефицит Д3. При кормлении грудью, как правило, есть дефицит Д3 у матери, разумеется. При старении организма есть дефицит Д3. Многие болезни, в том числе аутоиммунные, провоцируют дефицит Д3. Разумеется, зимой дефицит Д3 выше. Очень характерные признаки дефицита Д3 это боли в спине и хондропатия, вот эта постоянная вялость и так далее. Статины блокируют усвоение Д3. Кстати, сам Д3-то не убивает вирусы, он мобилизует, укрепляет иммунную систему. И он, кстати, предотвращает воспаление лёгких, что крайне важно. Итак, обязательно принимайте витамин Д3 и не 600-800 международных единиц в сутки, что достаточно для предотвращения рахита, а 10-20 тысяч международных единиц в сутки в обязательном порядке. А чтобы Д3 усваивался, нужен магний. Магний – это всё то, что зелёного цвета. Это, безусловно, любая зелень. Укроп, петрушка, любисток, вот всё это. Это хлорелла, спирулина. Дополнительно магний принимайте, особенно сердечники. Д3 можно купить в аптеках, только не нужно вот этот жидкий аквадетрин и прочие аналоги, а берите качественные, хорошие, скажем, какой-нибудь там фирмы Солгар. Я, как говорится, от них ничего не имею, хотя хотел бы сам продавать эту продукцию, но бог с ней, они продаются в аптеках, вот как есть, так и говорю, да, что называется. Второе – цинк. Важнейший микроэлемент в этой связи. И помните, в мае стали говорить о препарате, известном со старых времён, который был создан против малярии. Препарат назывался гидроксихлорохин. Этот препарат, по сути своей, ионофор. Он что делает? И почему он работает? Действительно, он абсолютно точно работает. Но чем? Не сам по себе. А только тем, что он позволяет лучшему проникновению в клетки нашего организма цинку. Вот в чём дело. А цинк блокирует процесс самовоспроизводства вирусов в наших ядрах клеток. Цинк, дорогие друзья, обязательно принимайте и непременно посмотрите вот это моё видео про цинк. Не ленитесь. Это не потеря времени, это его приобретение. Что я ещё рекомендую? Конечно же, разные антиоксиданты, которые действуют на разные свободные радикалы. Это и иммуностимуляторы в этом смысле. Во-первых, это дегидрокварцетин, мощнейший биофлавоноид. Посмотрите вот это моё видео. Во-вторую очередь, шунгит со своими фуллеренами. Значит, на моём сайте nadgar.ru найдёте этот шунгит, и под ним всё подробно описано. Значит, потом, Т8-экстра, хотя бы его. Это полипринолы, мощные антиоксиданты. Обязательно применяйте такую траву, как корень солодки. Там есть вещество глицеризин, а ещё журнал Lancet, это ведущий медицинский журнал, об этом писал. Ведь это вещество, глицеризин, затрудняет проникновение ковида в клетки нашего организма, и это факт. Есть ещё такое растение шлемник. Так вот, в нём есть вещества, которые подавляют рецепторы, которые вирус использует для проникновения в клетку. То есть, нужно как раз по этому направлению идти. И хотя бы корень солодки, это уже огромное дело. Сразу скажу, потому что будут спрашивать, а где взять? Ну, во-первых, вы можете где угодно взять. Для тех, кто будет претензии мне какие-то предъявлять, что я что-то рекламирую или продаю и так далее. Вот где хотите, там берите. Но если вы спросите, ответьте по-человечески. Всё-таки где можно? Вот мы не знаем, мы хотим качественные. Ну, можете взять, например, в Коралловом клубе. Ссылку, чтобы со скидкой, как говорится, деньги лишними не бывают. Так вот, вы могли взять, нужно зарегистрироваться. Ссылку я дам прямо под этим видео, посмотрите. Далее. Обязательно физически работайте. Трудитесь, потому что только так разгоняется, что называется, работает нормальная лимфатическая система от мышечных наших сокращений. Да, потому что у лимфатической системы, в отличие от кровеносной, у которой есть свой насос сердца, своего сердца насоса нет. И работает она, а это канализация нашего организма. То есть, выносит яды, токсины из него только благодаря мышечным сокращениям. Итак, труд физически на все группы мышц обязателен. Больше ешьте зелени, меньше ешьте сахара, вообще его исключите. Потому что сахар, глюкоза вызывают выработку инсулина в большом количестве. Потом он снижается, возникает гипогликемия, потом опять хочется сладкое. Итак, цикл замыкается, постепенно возникает инсулинорезистентность. Излишнее количество выработки инсулина. И сразу, соответственно, начинают разрушаться сосуды кровеносные. И это, конечно, усугубляет положение при вирусных заболеваниях, а тем более COVID-19. Как я уже объяснял, по причинам взаимодействия вот этих газообмена в легких между капиллярами и альвеолами. Исключайте сахара из своего рациона питания. Значит, зелень как можно больше. Прогулки на свежем воздухе, особенно вечером перед сном, великолепно. Принимайте куркуму с высоким содержанием куркумина. Плюс черный перец совместно. Обязательно вот это видео посмотрите, чтобы вы не делали ошибок. Кстати, содовые ванны, содово-солевые вечером очень будут полезны. Помните, что антибиотики, стероиды, химия, все это подавляет иммунитет. И потому, тем более, его надо укреплять. Если у вас плохо работают надпочечники, значит, будет мало текиллеров. Как раз таких разновидностей иммунных клеток, которые как раз уничтожают, в том числе, вирусы. И это, пожалуйста, учтите. Еще есть такой очень важный микроэлемент селен. Среди всех микроэлементов это самый сильный антиоксидант. Обязательно принимайте дополнительное количество в виде вот этого мономинерала. Его также можно купить где-нибудь в аптеке. Или, кстати, есть очень хороший. Вот цинк и селен очень хорошие есть в коралловом клубе. Кстати, тогда можно заодно там взять цинк, селен и как раз вот корень солодки. Это будет разумно. Еще очень важный антиоксидант это витамин Е. Так вот, в гамма-модификации, самый активный, его больше всего в органовом масле. Я сразу скажу, где-то 800 раз больше, чем, скажем, в оливковом масле. Да, органовое масло дорогое. Но в этой связи буквально по чайной ложечке в день, хотя бы, лучше по две, конечно, пить его стоит. Сразу скажу, что и органовое масло, и все то, что я не говорил купить, например, в аптеке, по причине того, что у нас этого нет, можно купить у нас на нашем сайте nadgar.ru. Посмотрите потом. Следующий витамин С. Один из самых сильных антиоксидантов среди витаминов. Очень важно его больше принимать. Но только не делайте ошибки медицинские. И вот в аптеке как раз тут, я скажу, категорически не покупайте. Он не органического синтеза, не из продуктов синтезируемого, да, а путем различных химических реакций, подобных там нефтеперегонки. Ну, условно говоря, чтобы вы понимали, что это не из коры, скажем так, кожуры апельсина добытой. Нет, конечно. При дефиците витамина С меньше становится лейкоцитов защитных иммунных клеток. И напротив, его высокое количество провоцирует выработку интерферона. Ну, это, соответственно, тоже мощная защита, да, иммунная. Так вот, где его много? Ну, во-первых, в квашеной капусте. Ешьте её сейчас как можно больше. В клюкве, конечно. И обязательно ешьте семена брокколи. И вообще брокколи. Посмотрите вот это моё видео про брокколи непременно. Ссылка будет в описании, как и всё, о чём я сегодня говорил. Но только, товарищи дорогие, никогда не синтетически жидкий. Есть такой фирма, например, Дюа Лайф впервые, да, в мире сделала жидкий, концентрированный, органический витамин С. Вот это другое дело. Ссылка, как купить можно, будет тоже под данным видео. Вообще, вот есть, конечно, такие отдельные люди, протестующие, их прямо корёжат от того, что я что-то рекламирую. Но, а разумные люди говорят так, а откуда мы узнаем где? Что нам? Есть время искать, желание, потом неизвестно, обманут, нет. Это как раз наоборот хорошо, что вы говорите то, что вот это нужно, объясняя, почему это нужно, и говорить, что это можно купить. И почему, кстати, если я имею возможность качественные продавать товары, которые помогают людям, почему я не имею права это сделать? А кто-то имеет, причём кто-то имеет право в аптеках синтетическую химию продавать. И эти умники молчат, не выпендриваются, а выпендриваются здесь, мне, вместо того, чтобы быть благодарным за уникальную информацию, которую я даю. Вот есть же подонки всё-таки. Ну ладно, идём дальше. Так вот, дорогие друзья, обязательно принимайте дегидрокварцетин, принимайте порошок маринги. Кстати, знаете, что это такое? Там есть вещества, которые запускают процесс апоптоза. Вообще, есть три пути, как запустить процесс апоптоза. И один из них – это порошок маринги. Смотрите, вот это моё прошлое видео, там я про это говорил. То, что я говорил в старых своих лекциях про коронавирус, про серебряную воду, как мощнейшее антивирусное средство, как маточное молочко – это очень хороший иммуностимулятор. Кстати, если у вас есть проблемы с кишечником, дисбактериозное состояние, синдром раздражённого кишечника, обязательно принимайте пропионовые симбиотические бактерии Эвита. Посмотрите про них у нас на сайте надгар.ру. Ссылочка будет тоже в описании. Есть грибные препараты – это высшие бездельные грибы, которые обладают свойствами, в том числе противовирусными. На полный набор, который я рекомендую, будет дана ссылочка под данным видео. Спре с прополисом и травами – это всё абсолютно верно. На маске стоит это брызгать, если вы куда-то идёте. Маску, разумеется, носить надо. Но маска – это защита как бы не ваша в большей степени, а защита от тех, кто, соответственно, и является носителем, кашляет, и чтобы он вас не заразил. Чтобы маска задержала большую часть микробрызгов, слюны, которые, соответственно, человек из себя извергает при кашле. Тем не менее, маски нужны, гигиена рук необходима, носите пузырёчки с этиловым спиртом с собой, либо в аптеках муравьиный спирт этот продаётся, тоже пойдёт. Это, по крайней мере, не химия, а действительно безопасные средства, которые вам и коже вашей не причинят ущерб, а действительно убивают вирусы, в том числе коронавирус. Кстати, озонирование очень важны в доме в обиходе для гигиены озонаторы. Ну, про это не буду сейчас подробно говорить. Ну, а теперь в завершение скажу следующее. Значит, какие видео я, ну, скажем так, открыл для просмотра? Начну с более ранних. Первое. Коронавирус от Адая. Вся правда о коронавирусе. Как и кого он убивает? Что делать? И вот это видео вышло 11 марта, в самом начале марта 2020 года. Смотрите. Значит так, удалил YouTube моё видео, которое называлось «Коронавирус. Мутация или оружие». Другое моё видео «Коронавирус и бактерия синтия» открывать я не буду. Боюсь, что удалят. Следующее моё видео 21 марта. Оно сейчас опубликовано. Смотрите. Называется «Коронавирус. Как не болеть? Как лечить? Кто и зачем раздувает панику?» Ну и так далее. Вот там очень важные данные. Итак, вот это видео «Вся правда о коронавирусе» и другое «Как не болеть? Как лечить?» Очень важные. Там от и до всё расписано мной, рассказано. Обязательно посмотрите. Ну а сейчас я скажу ещё то, что я открыл из закрытых моих видео. Это «Коронавирус будет долго. Экономика завтра. Факты, маски, продукты, запреты». Вышло оно 3 апреля. Можете посмотреть. Я также открыл моё видео от 18 апреля. Называлось оно «Реальность хуже фейков». Мои друзья очень тяжело болеют. И это факты от первого лица про одну женщину, которая согласилась, чтобы я опубликовал это видео. Ну и от 30 апреля «Коронавирус. Упущенные возможности. Люди устали сидеть по домам и бояться сколько можно». Вот эти я опубликую. Да, и ещё одно. Мою совместную с Бутаковой лекцию от 28 мая «Быстрая защита здоровья. Сода цинксилен солодка». Ну, собственно, вот про то примерно, что я сейчас сказал. Там есть какие-то свои особенности, нюансы. Вот на этом, пожалуй, всё. Я в завершении что хочу сказать. Для удобства тех людей, кто сочтёт это нужным и разумным, рациональным, возможным для себя, я дам ссылочку на тот набор, который я рекомендую приобрести, который можно у нас приобрести. Ну, а всё остальное обязательно приобретайте в аптеках. Это витамин D3, ну и прочее. Обязательно соблюдайте разумные рекомендации опытных, честных, порядочных докторов. Обязательно соблюдайте правила гигиены. Ну и будьте корректны и уважительны по отношению к близким, что называется. На этом всё. Я думаю, что данное видео вам было всё-таки нужным, полезным. Вы поняли самое главное, что действительно абсолютно необходимо и защитит вас на, что называется, 99,9%. А если даже и заболеете, то это будет протекать с меньшей нагрузкой на организм, без последствий серьёзных, пагубных, ну и так далее. И если вам данное видео понравилось, ставьте, пожалуйста, лайк, то есть пальчик вверх. Ну и, конечно, подпишитесь, кто этого ещё не сделал, на мой канал. Рядом нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о выходе моих новых видео и вы их не пропустили. Ну и в завершении, как всегда, желаю всем честным, хорошим, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. До новых встреч. Увидимся. До свидания.